Так, ну чё, всем доброго времени суток, наши дорогие технолюбы! Сегодня ко мне пришла очень дешёвая мышка, классная, с RGB-подсветкой, ну и те, или типа след-подсветкой, прямо из Китая. Вот, такая вот у нас коробочка, как видим, небольшая, можем даже поближе её показать, вот так вот на камеру поразглядываем. Тут у нас всякие надписи есть, здесь, здесь, вот здесь, Made in China, туда-сюда, вот, и сейчас, собственно, перейдём обсматривать её на камеру, так что поехали! Итак, вот такая у нас, собственно, коробочка, сейчас посмотрим ещё на нормальную камеру поближе. Ну, здесь, собственно, в принципе, ничего интересного нету, здесь нам говорят, что надо открыть это для особо одарённых, если кто-то не знает. Так, ну, отставляем нашу коробочку в сторону, запакована наша мышечка, и, оуу, выглядит она очень даже здоровски! Вот, видим, у нас здесь кнопочка есть, ролик, она довольно громкая. Нажимается легко, здесь две дополнительные кнопочки. Так, у нас такое вот данище, по бокам, вот так вот. И я так смотрю, она сделана эргономично довольно, а ну-ка, мы её сейчас слышим. Очень даже удобная мышка, я как-то думал, что она неплохо-неплохо. Вообще, тут прям под пальцы, вот видите, сделано вот так вот можно ложить всё. Прям вообще, у меня рука вот лежит на ней прям, прям как для меня сделано. Не знаю, если у кого-то пальцы длинные, то будет, конечно, не очень удобно. У меня такая рука среднего размера. Ну, у меня в основном, как видите, пальцы короткие и широкая ладонь. Ну, мышка вообще лежит в руке прям, ух, и это, гляжу, кабелёк длинный. Кабелёк такой нормальный, очень даже длинный. Сейчас мы посмотрим, сколько по длине у нас. Вот он, как видите, у нас в плетении, вот в таком синеньком, школьником. Вот такое у нас в плетении. Так, тут у нас узорчики всякие. Ну, и сейчас посмотрим на свою камеру, сколько же у нас кабеля длина. Итак, ну, кабелька тут явно с головой. Здесь явно больше метра длина, что очень хорошо. Есть у нас вот эта вот штучка. Это на все длинные кабеля, по-моему, цепляют. Там вообще конденсатор, че что там стоит. Что-то, короче, там должно быть, а может и нету, не знаю. Ну, в общем, когда очень длинный провод ставят вот такую вот фишечку приблога, чтобы нормально сигнал добирался туда-сюда. Вот, ну, насколько я помню точно. Не обвиняйте меня сильно, я особо не так. Так что вот такой вот у нас очень длинный кабель. Это просто замечательно. Прям хватит, блин, подключить. Короче, стол можно обмотать. Очень замечательно. И сейчас, значит, я возьму вот эту вот камеру и перейдем, посмотрим, как она будет у нас светиться. Я предварительно еще свет сейчас выключу, да? Вот. Сейчас подключим компьютер, отключу свою мышку, которой я пользуюсь. Так, выключим свет. Здесь свет выключим. Тут свет выключим. И тут у нас довольно темно. И сейчас мы ее подключим. Так, подключаем нашу мышку. Вот. И сейчас, собственно, камеру возьму и покажу, как она светится. Там переливается. Все такое. Ай, зацепился. Так, и вот она у нас, как светится. Еще жук. В темноту вообще ее загнать надо. Короче, вот такая вот у нас мыха. Как видите, она переливается разными цветами. Выглядит, конечно, круто. Классная мышка. Мне очень даже нравится. Подсветочка реагирует на нажатие. А боковые кнопки за что отключают, интересно? А боковые у нас, получается, переключают вкладки браузера вперед-назад. Так, ну, в общем, круто она переливается. А, ну, еще раз попробуем включить, подключить. Вот так вот. Не, мышка явно классно пришла, обалдеть. Светится просто чумак. В общем, крутая мышка. Вообще. Мыха прям суперская. Мне очень даже нравится. Так, сейчас мы ее свет тут включать не буду. Просто покажу ее. У меня тут провода достаточно. Вот такая вот у нас мышечка сегодня была. Просто обалденно. Мне реально понравилась она. И стоит, что самое главное, недорого. Она стоит, получается, 6 с копейками долларов. Это вообще шара, блин. С RGB-подсветкой, блин, у нас стоят фирменные мышки минимум 50 долларов. За что переплачивать? Просто капец. Здесь 2,5 ГГц, по-моему. Кажется, мне еще посмотрю там. Вот. Ну, короче, ссылочку это выложу в описании. Может кто-то зайти посмотреть. Тут где не написано. Я, по крайней мере, не вижу. Ну, пишут, что типа игровая мышка. Ну, такое. Главное, чтобы она нормально работала. Ну, это мы в процессе эксплуатации обнаружим, как она будет себя вести. В общем, мышка мне определенно нравится. Просто обалденная мышка. И, что самое главное, эргономика. Она очень удобная. Это, блин, класс. Прям рука так ложится. Респект китайцам. Вот. Ну, а в дальнейшем, конечно же, будем юзать. Эксплуатировать ее. И потом сниму свой отзыв, да. Это у нас пока такой распаковка, что ли, была первичный такой полуобзорчик, что ли. Вот. И окончательное мнение уже, я думаю, через пару недель где-то запилю. Посмотрим, как она себя будет вести. А то, мало ли, всякое бывает. Вдруг она сейчас нормально работает, а потом ей кранты на станут. В общем, вот такое у нас сегодня видео было. Так что ставим лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно репостим видос. Мне это очень будет полезно. Всем спасибо. Пока.